Всем привет! На днях мне принесли видеокарту GTX 1080 от Gigabyte, которая как мне сказали сразу после обслуживания слегка грелась. А спустя 4 месяца работы в майнинге стало себя странно вести. Для начала протестирую ее в фурмарк. Спустя 6 минут температура GPU-карта вышла на плату и составила порядка 66 градусов. Но через несколько секунд в окне программы появились артефакты и компьютер завис. Запустив еще раз проверку, не продержавшаяся минута изображение на экране монитора стало красным. При этом в момент работы теста температура с обратной стороны карточки в области обвязки питания практически достигла 62 градусов. Проведя небольшую проверку, посмотрим что у видеокарты происходит внутри. Разобрав карточку, прежде всего мне бросилось в глаза черное пятно на медных трубках радиатора. Что касается термопрокладок, то на первый взгляд они выглядят достаточно свежо. Теперь откручиваю винты, фиксирующие бэкплейт. С задней стороны видюшки визуально я ничего подозрительного не заметил. Термоинтерфейсы здесь также присутствуют. Попробую их заменить и посмотрим что из этого выйдет. В этом случае воспользуюсь жидкой термопрокладкой. Для полного контакта между выделяемыми теплоэлементами с охлаждаемой пластиной распределяю термоинтерфейс с запасом по высоте. Затем устанавливаю бэкплейт обратно. В ходе чистки радиатора я обратил внимание на то, что термопрокладка прилегающая к обвязке питания просто перевернута, а не заменена на новую. На мой взгляд такой подход является не очень хорошим. Вследствие того, что впадины ТСМД компонентов на термоинтерфейсе не дают плотного контакта с площадкой радиатора. Плюсом к этому въевшаяся на поверхности грязь снижает теплоотвод. В совокупности указанные недостатки могут значительно ухудшить теплопроводность прокладки. Почистив также переднюю часть карточки, на поверхности ГПУ я заметил неровную поверхность и прикипевшую термопасту, что по всей видимости является следствием ее изнурительной работы. Здесь также наношу жидкую термопрокладку на чипы памяти и элементы питания карты. В завершении покрываю термопастой процессор, после чего собираю видеокарту. Заменив на ней практически все термоинтерфейсы, за исключением располагающегося с задней стороны в области ГПУ, проверим дало ли это какой-то результат. Запустив вновь фурморк, спустя несколько минут работы карты, разница в температуре графического чипа после замены термушки не столь значительна и ниже всего на 1 градус. Но при этом спустя 30 минут она стабильно работает под нагрузкой. Что касается температуры со стороны бэкплейта, то она тоже практически не изменилась. Таким образом нестабильная работа видеокарты по всей видимости была обусловлена плохим отводом тепла в области ее обвязки питания. На этом у меня все, желаю вам крепкого коннекта и стабильной сети. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова